Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims Medieval и вы смотрите 37 серию. Добро пожаловать! Мы продолжаем выполнять задание шутовство. Наш лорд мордатый нынче шут, да. И в прошлой серии мы с вами пытались опять стать царями. Он поменялся у нас одеждой с шутом, но потом нашутился и решил уже обратно меняться. Но шут отказал и шут затащил, в общем, в колодке королевскую советницу нашу. В общем, мордатый вызволил советницу и теперь они вдвоем пойдут и дадут черте, я так понимаю, шуту за превышение полномочий. Так, у нас с вами задание обвинить в узурпаторстве шута. Давайте, вот он шут, кстати, ходит. Блин, куда он уже подевался? Сейчас будем обвинять его вообще в том, что он наше царство пытается отобрать. Куда ты пошел? Ой, ребят, он, походу, понял, что дело пахнет жареным и что-то решил смотаться. Но не тут-то было. Сейчас мы его быстренько обвиним и скажем, что он не настоящий царь, что он обычный шут, а наш настоящий царь это лорд мордатый великий. И никто не смеет вот так вот наглым образом занимать его место. Слышишь, шут, мы тебя только на один день попросили поправить, а ты вообще, что ты на себя берешь вообще наглый? Сейчас мы тебя, короче, в колодки посадим. Бедный шут. Уж я-то знаю, как тяжело даже на один день управлять таким государством, как Козляндия. Надеюсь, шутнет получит славный урок. К тому же, блин, ребят, походу, мы выполнили или не выполнили задание? Написать королевский указ о том, что шутнет получает помилование. Да, видите, наш лорд мордатый, он очень добрый, он решил помиловать шута. Танцует уже под его шуточки, под его песенки, под его музыкальные инструменты и совсем на него не злиться. Я так понимаю, что это конец квеста. Я, честно говоря, думала, что нам придется еще постараться, но, видимо, нет. Ну что ж, я просто боюсь, что мы сейчас помилуем шута и на этом все, закончится квест. А я бы хотела все-таки, чтобы наш мордатый пообщался с Ванессой, со своей любимой возлюбленной. Давайте мы пригласим ее на участок, потому что мы недавно делали действия в Уху. И, возможно, Ванесса беременна, возлюбленная нашего мордатого. Мне просто интересно посмотреть, есть у нее живот или нет. И вообще увидеть, конечно же, мордат ее очень хочет. Так что мы сначала с ней пообщаемся, а потом уже пойдем писать королевский указ. Потому что вот мне почему-то кажется, что это последнее задание в этом квесте. Ну а там посмотрим. Так что мы на всякий случай пообщаемся с нашей возлюбленной и пригласим ее к нам на участок. Вот она, добрая женщина Ванесса. Так, ну и на участок, конечно же, к нам домой мы ее позовем, в наш тронный зал. И если у нее, наверное, не будет животика, то мы попробуем сделать действие, зачать ребенка еще раз. Ну не знаю, мне почему-то хочется, чтобы у нас уже детки появились. А то мы играем 37 серий, и вообще ни ребенка, никого. Как-то странно. Ура, я с удовольствием приду. Ждите, конечно же, она придет с удовольствием. Она очень любит нашего мордатого. Мордатый любит ее. Давайте пока она не пришла, мы немножечко короля поизображаем. Уже заскучился, конечно же, мордатый по своему трону. Вот, шутом быть дело одно. Но все-таки дела королевские нужно тоже, я не знаю, выполнять. Кстати, нам за выполнение всего этого квеста ни разу не прилетело, или, как сказать, не были даны ежедневные задания. Вот это круто. Нам не пришлось ничего выполнять. Мы просто вот ходили и шутили. В общем, были прикольными шутами. Так что в этом, конечно же, позитив. Что у нас была полная свобода, и мы могли сделать все, что мы хотели. Так, ну я надеюсь, что сейчас к нам кто-нибудь подойдет и чего-нибудь попросит. Так, а что это валяется такое? Слушай, баба, ты вот чего бросаешь тут всякую гадость? А ну давай, иди, убирай. Ты же у нас вроде как прислуга должна все собирать и смотреть, чтобы ничего у нас не валялось и ничего там, где не надо, не лежало. Так, ну что-то никто не хочет идти ничего просить у мордатого. Мы проводим прием, но что-то никого нет. И уже подходит наша добрая женщина Ванесса. Вот, идет мужик, сейчас что-то будет просить. Мы быстренько с ним пообщаемся и пойдем к Ванессе, потому что она уже идет и жаждет пообщаться с нашим мордатым. Ну давай, мужик, преклони колени и попроси там что-нибудь у мордатого. Может быть, он тебе чего-нибудь и подкинет, а может и не подкинет. Так, он сейчас что-то просит и нам напишут его просьбу. Вот, прошение монарху. Ваше сиятельное величество. Блин, ваше сиятельное величество. Мне удалось найти сундучок с золотом. Местные власти требуют передачи. У нас уже такое было. А вот, ваше золото или в казну. Конечно же, это его золото. Если он нашел его на своей территории, то это его золото. Так что пусть забирает. Популярность очень сильно возросла. Лорд Мордатый Великий. Видите, мы уже популярны. Так, Ванесса, стой. Блин, ребят, у Ванессы нет живота. Ну что же это такое? Давайте узнаем, как у нее прошел день. Ну, я вижу, что день у нее прошел не очень, как мне бы хотелось. Мне бы хотелось все-таки, чтобы у нее был живот. Так, давайте похвалим ее красоту. Мордатый, что ты хочешь? Выслушать прошение? Нет, нет, все, хватит, хватит. Но сегодня прием окончен. Хватит, козлянцы, имейте совесть. У Мордатого тоже свои дела. Он уже одного мужика принял. Все, до свидания. Завтра приходите. Сегодня прием окончен. Сегодня мы только принимаем кабанчиков и Ванесс. Больше никого. Так, давайте мы позаигрываем. Похвалим ее красоту. Вот, похвалим достоинство. И пойдем опять, наверное, обнять романтично. Пойдем, сделаем действие в уху. Потому что как-то не получилось, мне кажется, у нас зачать ребенка. Вот, и придется делать это действие еще раз. Но я думаю, что уже с третьего раза получится. Потому что один раз мы делали еще в самом начале. Но я не помню, в какой это серии было. Но давненько, может быть, в десятой серии. Мы тоже попытались зачать ребенка. Но, к сожалению, не забеременела Ванесса. Вот, серии две назад тоже не забеременела. И я надеюсь, что с третьего раза получится. И все-таки будет у нас наследник. И, в общем, дело в том, что если играть в Sims Medieval и умирает кто-то из главных героев. Например, вот если Мордатый умрет. Или, ну, конечно же, я не хочу, чтобы Мордатый умирал. Ну, вот кто-нибудь там, как бы сдохла, квазиморда, то его место занимает ребенок. То есть, допустим, если умирает Мордатый, то потом царем становится его ребенок. Он вырастает. То есть, ребенок до этого ходит по умолчанию все время маленький. А потом, когда что-то случается с родителем, то, получается, ребенок становится сам великим Мордатым. Так, поклясться вечной верности. Блин, заключить в объятии. Я хочу, чтобы было действие в уху, но что-то я его не вижу. Поцеловать давайте еще поделаем разные романтические действия. Так что, мало ли что случится. Может произойти все. Тем более, это Sims Medieval. Тут, в общем, игра жесткая. И можно выбрать вообще не то действие случайно. И по квесту даже нашего Сима просто могут убить. Поэтому, на всякий случай, лучше, если бы у нашего Мордатого все-таки был наследник, был ребенок, который потом... Увы, меня ждут дела. Ты что, офигела? Какие дела? У нас тоже дела. Ты это самое, наследника на мороде. А потом иди давай по своим делам. Нам, я тебе говорю, наследник нужен. Вот представь, что случится с Мордатым, кто сядет на его место. Так что, нам нужен наследник обязательно. Вот мне бы хотелось, чтобы это был бы мальчик и похожий на Мордатого. Ну, конечно же, мне не повезет и родится рыжая девочка, как и добрая женщина Ванесса. Ну, посмотрим. Мне бы хотелось бы тоже такого толстенького мальчика, который потом, если что, когда-нибудь занял бы место Мордатого. Вот и, ну, правил государством. Так, ты что, не идешь, что ли? Вообще офигел? Давай быстренько, романтично. И было, блин, уже пропало это действие. А нет, вот оно есть. В общем, попробуем. Я думаю, что мы, наверное, Мордатому даже не одного ребенка будем заводить. Может быть, даже двух или трех. Я не знаю, можно ли это в Sims Medieval? По-моему, можно. Вот. И чтобы на всякий случай у нас были наследники, чтобы они бегали по тронному залу по нашему королевству. К сожалению, детьми управлять в Sims Medieval нельзя. То есть, если у нас рождается ребенок, я вот это помню, то он сам себе предоставлен, он ходит. Понятное дело, что он живет во дворце, ему даже можно купить кровать. Я помню, что я покупала... Правда, я играла женщиной, королем. У меня не Сим был, а Симка. Вот. Но она родила у меня, по-моему, даже несколько детей. Но вот одного это точно. И как бы эти дети жили во дворце. И у них были здесь кровати. Они приходили, спали, но управлять я ими не могла. То есть, они сами делали, что они захотели. Но мне бы хотелось, чтобы дети тоже жили как бы у Мордатого во дворце. А потом, ну, на всякий случай, конечно же, наследники там нужны. Не знаю, есть музыка, нет. Кто-то мне писал в комментариях, что музыка в Sims Medieval играет, если зачатие происходит. Но, походу, нет. Или зачатие просто не произошло. Давайте еще раз это действие выполним. Или просто музыки нет в Sims Medieval. Так что мы еще раз сделаем на это действие. Но мне кажется, что теперь... Ну, блин. Ну, шансы должны быть высоки. Потому что мы второй раз подряд делаем действие в уху. И мне кажется, что должна Ванесса забеременеть. В общем, будем очень сильно надеяться. По крайней мере, я этого очень хочу. Так, ну и пойдем дальше заниматься делами государственными. Нам нужно записать королевский указ о том, что Шутнет получает помилование. Да, мы не будем злыми царями. Мы будем добрыми, снисходительными. И простим Шута написать королевское помилование. Да, и в общем, будет помиловать Шута наш мордатый. Тем более, видите, он у нас счастливый, довольный. Скушал кабанчика. Ванесса пришла. Так что он в прекрасном расположении духа. Он уже совсем не злится на то, что Шут хотел стать мордатым великим навсегда. В общем, он у нас подобрел. И вообще, мне кажется, он у нас добрый сам в душе. Конечно же, он самовлюбленный. Потому что, ну да, у него такая черта характера. И он считает, что он самый лучший и самый умный в этом королевстве. Ну, потому что он у нас королевских кровей. Ну, а так он, мне кажется, добряк еще тот. И никого он не будет у нас там казнить ни в коем случае. Даже, видите, в колодке не захотел сюда отправлять. А решил его помиловать. Так, дальше громко зачитать королевское помилование. Прочитать королевское помилование. На мордатого нажимаем. И вот он читает. Говорит, Шут, я тебя прощаю. Хоть ты и скотина. Хотел отобрать мое королевство. Забрать всех моих кабанов. Но я тебя прощаю, потому что я самый добрый в мире царь. И, пожалуйста, называйте меня теперь самым добрым в мире мордатым великим. И несите мне 10 кабанов. Потому что я очень голоден. В общем, вот такой указ о помиловании. Интересно, Шут слушает или нет. По-моему, вообще всем пофиг. Никто не слушает. И никто, походу, кабанов нести не будет. Так что, мордатый, зря ты вот это распинаешься. Раз глагольствуешь, кабанов тебе нести, по-моему, никто не собирается. Так, я надеюсь, что квест у нас уже должен, по идее, заканчиваться. Лорд мордатый великий триумфально возвращает себя на трон, положив конец короткой эпохе хаоса, которую устраивает Шутнет. Его величество милосердно прощает беднягу, вернув его прежнюю должность Шута. В конце концов, должен же хоть кто-то перечить монарху. Лорд мордатый великий понимает, что теперь не посмеет даже мечтать об отдыхе от управления королевством Козляндзя. Видите, помиловал Шута и простил. Вот такой вот он наш добрый царь, лорд мордатый великий. Так, я надеюсь, что на этом выполнение квеста закончено. И мы как бы распрощаемся, наверное, с мордатой. Мы будем выполнять чего-нибудь другое. Да, мордатый или нет? Смотрите на его добрую мордочку. Он у нас такой... Уже в возрасте я его специально создавала с морщинами. Ну, вроде как умудренный опытом этот самый король, царь. Не знаю, король, царь, неважно. Так, задание выполнено. Вы завершили задание на золото прекрасно. С этим покончили. Весело восклицает король. Ха, кажется, что мне нужен отдых от отдыха. Усмехается он. Вы правы, ваше величество, бормочет королевская советница Оливия. Советница протягивает охапку свитков. Вот торговые соглашения. Также подготовлены мной указы об отмене указов. Сжечь их, кричит лорд мордатый великий. Я хочу отдохнуть. Короче, все равно мордатый хочет отдыхать. Вот хоть что-то не делай. Так, нам написали, что мордатый у нас получил седьмой левел. Он у нас уже седьмого уровня царь. Доступен боевой стиль, разящие удары и значительно выше уровень боевого мастерства. То есть, он у нас прокачан уже еще лучше. Мы даже тысячу симолеонов получили. Кстати, нам нужно будет что-нибудь купить в наш дворец. Что-нибудь, ну, я не знаю, обставить как-то. А то как бомжи, честное слово. Царь-государь. Вещи такие не очень казистые. Мы получаем 40 баллов козляндии, баллов государства, баллов королевства. Нам дают 3 лиры, то есть 3 культуры. Но отнимают одну, к сожалению, безопасность. Но мы об этом знали, когда только шли вообще выполнять это задание. Ну что же, ребят, посмотрим и ужаснемся. Блин, благополучие, низкий уровень, безопасность, низкий уровень, культура средний и просвещение средний. Ну вот не умею я нормально управлять с мордатым королевством. И, видите, нам опять предлагают цареубийство, предлагают убить нашего мордатого. Но этот квест я выполнять не хочу. Так, этот квест у нас уже был, уже предлагали нам злого мага. Вторжение. Ой, а что это за вторжение? Интересно, интересно. Победить хитростью можно играть магом, а можно играть шпионом. Также можно играть рыцарем, но нам нужен еще и кузнец. Но так как кузнеца у нас нет, то это у нас недоступно. Интересно, немного магии отпугнет этих захватчиков. Кто-то чего-то захватывает и, в принципе, что нам дадут за это? Так, три показателя безопасности, это неплохо. И здесь две с безопасностью и два просвещения. В принципе, можно обратить внимание на этот квест. Мех. Что нам дадут за мех? Безопасность и лиру. Тоже неплохо. О, смотрите, любым можно выполнять главный герой любой персонаж. А здесь монарх, шпион или рыцарь. В принципе, тоже неплохо. Можно подумать над этим квестом. Лучшие гильдии. Что-то я не... Блин, это нужно задолбалом играть, либо рыцарем. Ну, короче, надо посмотреть будет и выбрать тот квест, который нам, в принципе, будет, наверное, самый выгодный со стороны продвижения нашего королевства. Потому что все плохо. Нужно, наверное, все-таки делать упор в этот раз на безопасность и благополучие. Чтобы как-то немножечко... Не так часто нас грабили и получше обстояли дела в королевстве. Ребят, у нас уже 160 баллов козлянде. И нам пора уже достраивать новые эти самые здания. Давайте, наверное, я построю их. А вот потом уже будем как бы... Потом заселять симов. Кстати, жду от вас имена, естественно, выполнена. Это шаг к уровню смотрящего добавлены баллы. 5. Это шаг разместить 25 зданий. Ага. Значит, мы построили с вами Петерианский монастырь. Вот у нас есть Яковитский собор и Петерианский монастырь. Также у нас есть еще 110 баллов козлянде. И давайте купим... Что у нас здесь? У нас здесь кузня. Давайте с мебелью поставим. Ну, просто чтобы у нас были эти здания. Я не знаю, дают они что-нибудь или нет. Но, походу, вы видите, ничего не прибавляют. Вот. И 60. Ну, давайте мы поставим рынок. Или что у нас еще доступно? Доступна еще таверна. И... А, нужен священник. У нас еще доступна таверна и рынок. Ну, давайте мы поставим с мебелью таверну. И потом нам останется заработать баллы козлянде. И купить еще только рынок. Появилась новая функция. Завершение цели. Хочу узнать об этом. Так, не хочу ничего узнавать. Я и так все знаю. Все, ребят. По-моему, мы все вообще здания построили, кроме рынка. И когда у нас выполним, наверное, следующий квест, у нас будет достаточно баллов козлянде. И мы построим рынок. И тогда вообще завершим вообще строительство всего нашего царства. Вот. В следующей серии я, наверное, попробую создать какого-то персонажа. То есть, это будет либо бард, либо кузнец, либо петерианский священник. Потому что хочется мне поиграть с кем-то новым. Либо я все-таки подумаю и, может быть, выберу тот квест. Будем играть нашим старым каким-то персонажем. Но выберу тот квест, который, на самом деле, прокачает нам хорошо нашему королевству благополучия и безопасность. Потому что это самые такие необходимые нынче нам параметры. Все, ребят. Я буду на этом заканчивать серию. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.